Мусор не бросал на улицу. С этого, мне кажется, надо начинать. Каждому человеку. Записали мусор, не бросаем. Да. Сита Сократа вещает о конвейере плановой утилизации российской недоармии. Очередная количественная веха специальной операции пройдена. Ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. Рутинизированная не война забрала 50 тысяч российских оккупантов. Но такой новости на пропагандистских ресурсах не найти. Мне пишут в телеграмме, там Ахмад Сила тоже подключается. Нету здесь Ахмад Сила, здесь вообще никого нет. В ротации крутятся совсем другие нарративы. Все идет по плану, все цели будут достигнуты, никакой паники нет. Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Я считаю, что это пойдет только на пользу. Потому что все ненужное, вредное и все, что нам мешает идти вперед, будет отторгнуто. Внимание страны отвлекают всякой чушью. Можно выдыхать. Кадыров остается в строю. Страны мертвой ОДКБ провели какие-то там консультации. А Шмару Собчак вызвали в полицию. Ты же здоровый дев, тебе работать надо. Работать тебе надо. Обычный инфошлаг ни о чем, как будто за окном осень 2021 года. То же самое. Показушную нормальность создает сам Путин, который решил в условиях международной изоляции осмотреть просторы замкадья. Смотрите, слава богу, спал. Все, пока 9 часов летел, все 9 часов спал. Отец нации отрабатывает сценарий демонстрации величия, добиваемой им территории. Мы становимся организаторами новой несанкционированной свалки. Накажем. Вот. На день знаний бывший дзюдоист толкал исторические басни в утрачиваемом анклаве Калининград. Да. Да. Теперь махнул на камчатские сопки и целый день в поте лица общался с соколами, местными бюрократами и молодежными экоактивистами. Это очень важная вещь. Заметно, как из деда сыпется песок, а потому он все больше тяготеет к молодежи и стремится ее поучать. Владимир Владимирович, а какие эко-привычки были у вас в детстве и применяете ли вы их сейчас? Мусор не бросал на улицу, вот с этого, мне кажется, надо начинать. Каждому человеку. Записали мусор, не бросаем. Да. Трудно сказать, развлекают ли детки педофила после встреч, но во время протокольной части он все больше скатывается в маразм. Я занимаюсь изучением фиторемедиационного потенциала высших водных растений Вологодской области. Какого потенциала? Фиторемедиационного потенциала. Да еще раз, начни сначала. Фиторемедиационного потенциала. Путинская интерпретация истории все сыты по уши, но кремлевец без тормозов. Трагедия, которая сейчас происходит на Донбассе, это результат деятельности националистического, неонацистского режима, который в 2014 году захватил силы, захватил власть, а затем развернул боевые действия на Донбассе. Камчатские юнаты еле высидели путинскую лекцию с каменными лицами. Дед бомбардировал мозги успехами утилизации отходов в РФ. Принцип простой. Значит, все, что произвел, должен уничтожить. Или за это заплатить. Формулировка в условиях СВО весьма актуальна. Негативным ростом населения Камчатки, необходимостью защиты экологии Донбасса и Арктики, конечно, легнул Японию. Питерский лапоть замахнулся на термин «страна восходящего солнца» и попытался хотя бы словесно присвоить себе поэтическое наименование Японии. Восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин. Еще восточнее находится Новая Зеландия. А и восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. А там же всего 60 километров пролив, и все, и дальше уже американский континент. В этом смысле «страна восходящего солнца» — это Россия. Друзья, не забывайте про лайки и комментарии. Канал существует благодаря вам. Стать спонсором ОМ-ТВ можно на Патреон. Ссылка в описании под видео. Не обошлось и без банальщины. Патриот номер один изрек «Жить надо ради того, за что можно умереть». Но это вот то, ради чего стоит жить. Ну все. Прямо лозунг на выборы 2024. На самом деле, может быть, так оно и есть. Правда, глаза кольнул вопрос, чего же реинкарнация Петра не спешит в Донецк. На что усатый пресс-говорун Песков, как всегда, в своем духе заметил. Время еще не пришло. Неслучайно известный писатель Песков говорил об этом. Задумка слепить из КГБшной моли мудреца, откровенно говоря, липа на корню. Мелковат. Да, мелковат. Ведь знатока всего на свете клепают, что называется, из подручных дерьма и палок. Оттого на выходе пресловутый Акела может промахнуться на радость шакалам-приемникам. А это на самом деле так и есть. Путин нутром чует, как делят его шкуру молодые клевреты. А потому ведет себя очень лояльно по отношению к лузерам своей команды вроде Шойгу. Ну вот, например, чемодан за Путиным носить буду. Там у них постоянные кадровые текучки. И те кучки постоянно надо кому-то убирать. По-хорошему, его давно нужно гнать в зашей, крутить хвосты оленям. Но пока фанерный маршал на своем посту. Не третья таежная поездка, но все-таки. Кремлю нужно культивировать миф, что вторжение в Украину развивается в правильном направлении. А потому Путин после Камчатки метнулся на военное учение «Восток-2022». Так сказать, подальше от суровой реальности к бутафорским победам русского оружия над условным врагом из Алжирской народно-демократической республики или Зимбабве. Все чинно, благородно. Вождь многонационала в военной куртке улыбался и даже пытался шутить в окружении Шойгу и Герасимова. Просто реальное путешествие во времени, в довоенную эпоху. 50 тысяч военных стянули во Владивосток, символ якобы военной мощи державы, выступающей в роли самопровозглашенного хранителя и защитника традиционных духовно-нравственных ценностей, духовного наследия цивилизации. Цифра участников маневров могла быть выбрана символично, учитывая масштаб потерь в войне. Прямо мемориальное мероприятие в духе сучений на фронт. Много споров на этот счет. По имеющимся данным, сие новое пополнение для отправки на убой. Все ненужное, вредное и все, что нам мешает идти вперед, будет отторгнуто. На этом бравурное настроение сразу же исчезает. Счет. Одно дело потешное игрище, за которое присваивают новое звание и дают ордена. Совсем другое воевать в Украине, где у молодых парней руки-ноги отдельно, кишки отдельно. Красиво. А могли бы еще жить и жить. Но разве это возможно в путинском зазеркалье? От этого уже никуда не деться и никому не отвертеться. Маховик утилизации набирает обороты. 50, 100, 500 тысяч. Сколько еще? Работа идет достаточно хорошими темпами. Хотя, конечно, с учетом масштабов нашей страны, кажется, что этого недостаточно. Но этого действительно недостаточно. Это не просто кажется. Но темп набран положительно. И мы в два раза перевыполнили... Ну, не мы, а все, кто этим занимается. В два раза перевыполнили план по утилизации отходов. В два раза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok